Приветствую вас и смотрите в какой ситуации вы оказались. Вы видите мужчину один раз, мимоходом он очень спешил, он делает вам комплименты, вы мило разговариваете, он уезжает. Далее он звонит вам на работу, приезжает к вам на эту работу, вы продолжаете общаться уже более обстоятельно, он заказывает вам цветы. И в общем-то потом вы узнаете, что он едет в командировку и ваши отношения на этом этапе, они не являются как таковыми отношениями пары. Они не являются отношениями как между двумя любимыми людьми. Да, вы парень и девочка, вы встречаетесь друг с другом, вы взаимодействуете друг с другом, но ни о каких отношениях как таковых срёстных пока речь не идет. У вас может быть лёгкий флирт, у вас может быть оживлённое общение, но на большее вам соглашаться, конечно же, не стоит. И именно так, в таком контексте, вам и нужно продвигать свою позицию. То есть, пока мы сильно в командировке, ничего более близкого между вами невозможно. Общайтесь вот так, как вы общаетесь с ним в вашей последней встрече. Общайтесь с ним тепло, откровенно, не скрывайте от него, по-моему, ничего, но и границы свои старайтесь защищать. Не позволяйте, например, слишком сильно увлекаться ласковыми словами, потому что вы недостаточно близки. Не позволяйте говорить ему вам какие-то вещи, которые кажутся у вас неуместными, неприятными или какими-либо вещами. Это нужно для того, чтобы мужчина понимал, что вы серьёзный человек и на мелочи размениваться не будет. А если говорить о мелочах, то эти мелочи что из себя представляют? Эти мелочи представляют из себя издержки специфику общения на настоящем. И энергия, которая могла бы выразиться в общении реальном, будет тратиться на эту самую энергию виртуальную. И при встрече между вами может быть резкое охлаждение на этой почве. А в процессе бесконтрольного общения на расстоянии будет гипертрофированная ревность на ровном месте. Будут какие-то претензии, недовольства и так далее. Всё это может быть, если вы позволите себе больше в виртуальном общении при том значении вас друг для друга, от которой есть сейчас. То есть, что вам нужно сделать? Молодой человек для вас сейчас, он не является просто интересным мужчиной. Ну, вы знаете, такой интересный мужчина, кавалер, кандидат на отношения, но ещё неизвестно, какой этот человек в самих отношениях. И вы не достаточно близки, чтобы это узнать. А поскольку он уезжает, то формально, он для вас просто друг. То есть, да, понятно, что у вас чувство и желание совсем не дружеские друг к другу. Но не успело ничего развиться у вас за то время, что вы виделись. А показать себя серьёзно очень важно. Показать, что вы уважаете свои личные границы тоже очень важно. Если всё это сделать, то вы для молодого человека, при наличии у него к вам искринства, серьёзного отношения, вы для молодого человека станете действительно очень достойной, ценной женщиной, которую он будет любить, которую он будет ждать и которую он будет дорожать. То есть, в этом моменте вам надо проявить спокойствие, рассудительность и последовательность. Уезжает молодой человек? Ну, хорошо, что поделать? Общайтесь. Ни в коем случае общение не прекращайте, но при первой же его попытке виртуальном общении как-то сблизиться с вами, сильнее, чем вы сближались в реальности. Скажите ему, что нет, прости. Я хочу отношения всё-таки с реальностью человека, а не по виртуальному взаимодействию. И если мужчина вам дорожит, если у него к вам искренние чувства, он это примет. Он это поймёт и отнесётся к этому выбору с уважением. Если нет, то на вас посыпятся оскорбления, обвинения, претензии, надоедания с просьбами и так далее. Всё это будет говорить о том, что мужчина не очень-то интересуется вашими переживаниями, вашими чувствами, вашими вздремлениями и вашим личным пространством. Что вот самое главное. И, думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. А вот как вам выступать? Хотите ли вы втягиваться в общении с ним вообще? Например, может быть, он вам понравился так сильно, что вы не готовы с ним общаться в интернете? Если так, если вы знаете, что общение в интернете будет вас только тяготить, то лучше скажите ему об этом прям, что ты мне понравился, ты мне очень понравился, но на интернете общаться с тобой я бы не хотел, потому что боюсь, что это испортит наши отношения. Вот по сути и всё. Но решение принимать вам со стороны вы ничего плохого не делаете, если сохраните связь с хорошим человеком, с мужчиной, который вызывает у вас не самые плохие чувства. Просто с расчётом на то, что в будущем у вас может что-то получиться. тут важно отметить такой момент. Вы написали в своём письме, что вы будете видеться только пару раз в неделю. Если честно, вот этот момент, он, ну, знаете, не очень понятен. То есть у вас получается так, что мужчина вернётся, между вами, когда он вернётся из командировки, будет 100 километров, и вы будете видеться пару раз в неделю. Но ведь 100 километров – это не такое большое расстояние на самом-то деле. 100 километров можно проехать дальше на машине. И если мужчина захочет, он будет с вами видеться гораздо больше. То есть вы сможете видеться пару раз в неделю по умолчанию. Это такая базовая возможность для встречи. Но если у вас всё будет получаться, то вы сможете видеться гораздо чаще. Просто нужно понять, хотите ли вы этого. Вот мужчина, судя по всему, настроен достаточно решительно. И я думаю, что если до своего ответа в командировку он не захочет с вами очень сильно близиться, не захочет с вами энзима, то это говорит о том, что он действительно очень серьёзно настроен. Но в этой ситуации вам нужно поступать как женщине, то есть принять его отношения и посмотреть, что будет дальше. Но при этом очень положительно, активно реагировать на его инициативу, на его желание, общаться с вами и так далее. Ну, а решать предстоит вам, насколько комфортно для вас будет общение с ним по интернету. Даже не этим. А простое, непринестённое, насколько оно будет для вас комфортно. Если слишком тяжело для вас это будет, то тогда не надо. Конечно. Но об этом лучше прямо мужчине сказать, чтобы он не питал надежд, чтобы он знал, каков-то я делаю, и чтобы понимал ситуацию как можно лучше. Потому что уверен, что он рассчитывает на общение между вами. Ну, а если вы решите общаться, то общайтесь, но на доступном вам уровне. Без нарушения личной границы. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Я тут сделаю его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.